Леш, очень рад страшно тебя видеть после вчерашнего бурного вечера, когда мы с тобой вместе со всем театром Луны там были в этих, я не знаю, это уже не реки крови, это, наверное, океаны крови и кровные дела вообще человеческой жизни. То есть вопрос, как мне кажется, там поставлен очень остро, в таком, я бы сказал, в нитшанском духе, который, мне помнится, в Заратустре следующую искру высек. Из всего написанного я люблю только то, что написано кровью. Пиши кровью, ибо кровь есть дух. Вот мне кажется, во все это кровище, которое мы со зрителями вчера купались, плавали, питали, пили вместе с актерами, фотографировались потом с режиссером и исполнителем ролей многочисленных в спектакле, Как и все, собственно говоря, актеры, все побыли Гамлетами, Офелиями, нас пригласили, актриса, единственная женская роль в женском теле, вернее, роли, это много было женских, да, она тоже из зала вышла и всех зрителей утащила с собой в зал тоже. Это интересно, да, я тоже хочу тебя приветствовать, Володя, и меня очень тронуло то, что, с одной стороны, неожиданно, с другой стороны, мне кажется, совсем неожиданно, мы как-то встретились вчера на спектакле Вадима Демчога «Кто Гамлет? Кто Гамлет?», да, и интересно, на меня произвело действительно глубокое впечатление, эмоциональное, прежде всего, впечатление, и это была для меня такая спонтанная вылазка, и тема, кажется, мне менее случайной. Теперь, знаешь, скажу кое-что про реки крови, знаешь, я у себя в блоге поместил фотографию сцены, я сделал фотографию еще до того, как спектак начался, там, если видел, такая красная какая-то ткань или нечто-то висела под потолком, я предложил своей аудитории такой проективный тест, что вы видите здесь, да, в этих пятнах роршаха, да, в этих пятнах роршаха, интересно, что моя аудитория разделилась на две неравные части, условно, да, и первое, да, они сказали здесь кровь, рана, кровоточащая агония, что такое вот пожарища, а другая часть аудитории написала, мы видим здесь красные кружевные трусики, мы видим здесь какой-то такой эрос, да, и интересно действительно, что у аудитории может быть очень разный отри, когда мы воспринимаем то, что здесь видно, вот для меня в каком-то смысле, такое в первом приближении, здесь танцевали энергии Танатаса и Эроса, Эроса и Танатаса, и действительно, Танатас, Чертанатаса, это восприятие крови, разрушение, смерти, и через Эрос, там ведь было очень много эротических сцен, или, по крайней мере, таких отсылок к эротическим сценам, интересно, проективный секс, проективный секс, я уже оговариваюсь, проективный тест, какая энергия хочет быть увиденной у меня, как у зрителя прямо сейчас, и у кого-то это смерть и кровь, а у кого-то это секс, сперма и вот эти кружевные красные трусы, это очень интересно. Для меня во многом то, что я видел, где было не только про прекрасную актерскую игру, но здесь было про танец энергий, таких вот древних энергий, прямобытных, хтонических сил, каких-то таких, и, конечно, это завораживает, когда мы, как зрители, сталкиваемся с тем, что происходит на сцене, эти энергии захватывают нас. Да, безусловно, я согласен вот о этом неравном разделении восприятия. С одной стороны, да, это кровь, это смерть, и тема смерти, она ключевая, тоже одна из величайших сквозных архетипов всего спектакля. С другой стороны, конечно же, это эроз, это энергия творчества, это энергия поиска, это энергия любви, это энергия жизни, экзистенциальной жизни, потому что весь спектакль, все герои ищут ответа. Если человек ищет ответа, значит, это его волнует, это драйв жизни, это энергия, и в этом, конечно, максимальная страсть. Я бы, конечно же, использовал энергию эроза в таком в древнем смысле, как энергию вообще изначальной жизни, не энергия либиды, конечно, не энергия сексуальная, хотя и этого тоже было немало в вчерашнем спектакле, я бы даже назвал это мистерией, шоу, просто жанры были разрушены, и традиционного спектакля, и Шекспира, и космический юмор, очень теплый, добрый в отношении старика Шекспира, и классических пьес, и классической разлюдовки ролей, и понимания того, что такое спектакль. То есть здесь не только все смешалось в магическом театре Вадима Димчога, но и была вот такая возгонка, преображение, сублимация, трансформация, и, конечно же, без настоящей энергии жизни это невозможно. Конечно, и я согласен с тобой, что это был многослойный спектакль, где здесь было какое-то основное действие, линия, и были какие-то респективные вставки, и способность быть в энергии, и в этой драме, и потом выйти чуть в сторону, и посмотреть на это со стороны, и посмеяться, и, возможно, пошутить, принести такой теплый юмор в это, но о чем бы я хотел сказать, мне нравится твоя идея о том, что актеры задавали вопрос, а что значит жить, что значит здесь быть, быть или не быть, вот шекспировские вопросы, рождаться или не рождаться, и, на мой взгляд, они своей игрой давали одновременно и ответ, что значит жить, для чего быть, для чего рождаться, и ответ, который они давали, это танцевать хореографию вот этих энергий, быть в контакте с этими невероятными потоками, танцевать в каком-то смысле того, кто был до того, как он стал этим телом. Знаешь, я знаю, что ты хорошо знаком с Арнольдом Минделлом, Арнольд Минделл. Я знаю, что ты очень хорошо знаком с Арнольдом Минделлом. У них может быть и депрессия, и какие-то болезни, но стоит им вернуться к своей изначальной энергетике, так дела идут лучше. И, на мой взгляд, то, что я увидел в спектакле, это была такая невероятно творческая, красивая попытка, и удачная попытка показать, а что значит быть в контакте с изначальной энергетикой, а что означает протанцевать прямо здесь, в моменте этот невероятный танец. И что я увидел, и что ты увидел, и все зрители, которые были в зале, насколько это завораживает, насколько это магнетично и притягивающе, когда актеры, люди находятся в контакте со своей изначальной энергетикой. Просто это втянуло меня и весь зал, всех втянуло туда. И что здесь происходит? Интересно, я над ним размышляю, я провожу тоже свои тренинги, учуясь искусством магнетизма, на резонансе. Если кто-то в зале или в центре группы танцует вот эти изначальные энергии, пропускает их буквально через себя, у тех, у кого из нас есть своя собственная связанность с этой глубиной энергетикой, мы, возможно, с ней не вполне в контакте, это включает в нас воспоминания о том, кем мы были, пока нас не обманул социум. О нашей такой глубинной энергетической структуре или о нашем энергетическом теле, или о нашем изначальном теле. Людмила говорила о танце древнего или что-то такое. Это даже целый фильм был по этому поводу. Танце древнего – это книжка нашего учителя Арни Минделла. Как раз это в вечном танце, танцы Шивы Шакти, танцы шаманских духовохранителей в нас, танцы могучих сил, которые выбрали нас проводниками для того, чтобы мы на всех языках провозглашали эти глубинные процессы. Мне кажется, вот я продолжу твою мысль о танце древнего, о глубинных энергиях, о том, что спектакль прямо стоит вопрос о том, что только выражая свою глубину, мы живем. Если мы не выразили, не состоится, мы не найдем правды в поверхностном мире, потому что там сплошные конфликты и противоречия. Только тогда, когда мы живем из глубины и делимся своей глубиною со всеми, с теми, кто в жизни нам противоположен. В жизни я Гамлет, ты Клавдий, это отец, это призрак, а это Полоний. Мы все одиноки, мы все отдельно и ограничены, но в глубине я и Гамлет, я и Полоний, я и зрители, я и Демчок, я и Алексей Разумов, я и процессуальный секс и магнетизм. То есть мы живем из основы. Мне кажется, вот этот спектакль – это уже не обычный театр. Это первозданный театр, потому что он работает с первозданными, сущностными энергиями жизни и выражает их. И поэтому это мистерии, конечно, вот в том классическом смысле эллипсинских мистерий, которые продолжались, между прочим, полторы тысячи лет и являлись реальным источником кладези греческих откровений во всех сферах жизни. Все великие греки прошли через эллипсинские мистерии. Они были связаны, достоверно известно, с опытом глубины и выражения энергии жизни, с постижением тайны этих энергий. И поэтому, конечно, для меня этот спектакль «Мистерия» – это еще… И вот давай вот, может быть, на нашей профессиональной психотерапевтической, психологической стезе тоже как-то вот объясним. Это одновременно и целительное действие. Потому что вот то, что я ощущал, несмотря на какой-то свой опыт соучастия в разных консультациях, где я играю роль терапевта, фасилитатора, клиента, в разных-разных тоже всевозможных ролях, я ощутил себя соучастником целительной мистерии. И мне хотелось бы, чтобы ты высказался, а потом я продолжу свое объяснение. Да, я с собой согласен. Знаешь, я немножко вот дам еще такую перспективу. Все время было очень популярное движение New Age. И там был такой мем «Будь собой, быть собой, найди свой дом, приди к себе». Но мало кто объяснял, что это значит. И из перспективы, которую нам подарил Демчок, и из моей перспективы, наверное, из твоей, быть собой значит как раз быть в контакте с этими изначальными энергиями. Знать, что вот это и есть место, такая предельная сборка того, кто ты есть на самом деле. Знать свои изначальные энергии, знать, из каких ты будешь энергий. Знать, что и кто через тебя проходит, пропускает. Какой танец ты танцуешь. Какие энергии хотят быть вытанцованными через тебя. Да, и в каком-то смысле спектакль Демчока действительно целительный театр и театр мистерия, потому что он прямо на сцене оживляет вот этот танец. Танец энергии. То есть на сцене танцуют не только актеры, играют прекрасную игру, но мы видим здесь вот этот танец древних энергий. И я лично, так же, как и ты, одно время много путешествовал к целителям разных стран. И однажды я был в Африке у целителей ГНАВа. И это выглядит так, что вот музыканты играют трансовую музыку, они играют семь изначальных энергий. Их мир состоит из семи изначальных энергий. И когда кто-то из участников чувствует зов, он просто выпрыгивает в центр круга и начинает экстатический танец, потому что эта энергия, одна из изначальных энергий, выбирает его как канал. И тогда в нем восстанавливается целостность. Тогда восстанавливается целостность во всем сообществе, которое пришло на этот обряд, на этот ритуал. И то, что я видел на этой сцене, это был такой ритуал музыкальных целителей ГНАВа. Я беру это немножко в кавычки, но по форме. Потому что чем мне показался интересным Демчок в этом спектакле, тем, что он воссоздал правильную структуру ритуала и правильную структуру мистерии. И тогда инициированные шаманы, актеры танцевали эти энергии. И тогда те, кто слышал или чувствовал резонанс в зале, он тоже сопереживал о том, и это целительно. Это целительно и для тех, кто находится в центре, и для тех, кто находится в зале. Это, конечно, такой метод групповой глубинной психотерапии. Организовать так пространство группы, чтобы в нем была возможность идти как раз от тех проблем и тех запросов, с которыми люди приходят на сессию, или на терапию, тех трудностей, с которыми скалкиваются на уровень глубже. Потому что любая проблема показывает недостаток танца энергии. Любая проблема показывает разрыв между твоей социальной идентичностью и той, твоей настоящей глубинной энергией, той изначальной природы, которая хочет быть прожитой. И тогда через это можно идти прямиком к тому, кто есть на самом деле. И это целительно. Алексей, я хотел бы дальше расширить эту тему. Мы с тобой, как практикующие психотерапевты и фасилитаторы, хорошо знаем, что в корне, в основе большинства наших проблем это наша тупость, наша ограниченность. Та или и на. И значительная часть работы, будь то коучера, будь то психотерапевта, стоит в том, чтобы помочь выйти за пределы этих клеток, в которых мы живем, и которые и создают конфликты. И в процессуальном подходе работа с конфликтами, как мы знаем, всегда связана с тем, чтобы посмотреть на себя с другой стороны и донести себя другой стороне. Если этого нет, никакой работы нет. Если не возникает ничего целого, не возникает исцеления, не возникает движения, не возникает компромисса. И мне кажется, вот многоярусно, многосложно и многопространственно, я бы назвал уже в целительном театре реликенеада, вот это целительное пространство было воссознанно. Во-первых, это гибкость ролей. Вот это пластичность ролей, где нету замыканий уже в мужской или в женской, в королевской или в призрачной, где все герои – это магический театр человечества, это великая божественная комедия, это Левиафан Гоббса, в котором все человечество, весь мир души, вся человеческая история уже присутствует и нету никаких перегородок. И поэтому я могу, я реально могу танцевать не только свой, да, свой гамлетовский танеч, но и танец Офелии, и танец Клавдии, и танец вообще всех-всех-всех мира Шекспира и вообще мира современной жизни. Это первое. Второе – это вот тот архетипический уровень, на котором все действие вершится. Это уже не слова, это уже не образы. И здесь, и несмотря на величайшее, конечно, актерское мастерство, оно остается за пределом, потому что оно уже, его уже не замечаешь, оно уже совсем не мешает и не препятствует быть к тебе в контакте с энергиями, со смыслами и быть втянутым в действие. Я ощущал себя на сцене, я смотрел глазами актера, я ощущал себя людьми, там, некоторых я знал в зале, которые тоже вот присутствовали и были гамлетами, афелиями, полониями, клавдиями, там, тенью отца и так далее. И актерами, и демчугами. Вот это вот преодоление границ и конфликтов, мне кажется, первое очень важное, которое в самой ткани. Второе, что я здесь увидел, это работа на уже глубинном архетипическом уровне. Ну, вот ты говорил о том, что с одной стороны, ну, как воспринимали эту занавес, ткань, кровавые узы там, одновременно там кровь, которая льется, лона, воспринимали как кровь и воспринимали как эрос, что-то вот из двух таких вот категорий. Но мы знаем, что, ну, скажем, на глубинном уровне травмы рождения, Грофф открыл это, третья перинатальная матрица, вот слоган третьей перинатальной матрицы – это секс-смерть-рождение. То есть это вот на едином высоком уровне энергии, да, мы переживаем секс-смерть, насилие, рождение, а также всевозможные вариации, включая сексопатологию, как происходящую из одного источника. И поэтому для того, чтобы на самом деле работать вот с теми травмами человечества, которые связаны с самым великим насилием, которое укорененово в бесчисленных поколениях до нас, потому что ведь Гамлет, он, с одной стороны, человек, который переживает трагедию, который живет в невыносимой ситуации проклятых вопросов, а с другой стороны, он и полоний, он и убийца, он и тот, кто является тираном для других. И вот это величайшее тоже, мне кажется, послание, мистерии Арликиниады, что здесь невозможно разобраться. Если мы ищем виноватых, да, то все пропало. Тогда и жизни нет, нет ответа на эти вопросы, потому что в каком-то смысле все Гамлеты, все полонии, виноваты все. И вот эта вот кровавая нить, нить жизни, нить крови, нить смерти, которая связывает нас всех, мы исцеляемся только тогда, когда принимаем ответственность и вину за все человеческие действия, которые происходят не только сейчас, но которые происходили с нами, с нашими предками во всех поколениях. Потому что вот в основе одной из величайших человеческих разделений это незавершенный переход от язычества к монотеистическим религиям, юдаизма, христианству и ислама, которые наиболее сурово обошлись собственным языческим прошлым, то есть отвергли его по большому счету. И поэтому вот все многообразие связей с миром, которое было в шаманском мире, в мире вселенной духов и в мире языческом, невероятный мир богов и высших существ, сузилось до одной коренной идентификации с Христом и подражанием Христу как единственным верным. Но мы всеволновые приемники, которые предшествующие 50 тысяч лет настраивались всей эволюции на связь со всеми голосами Вселенной. И все это стало под запретом. Поэтому вот формула восприятия один бог, один человек с одной стороны заузила и сфокусировала энергию нашей жизни на уникальные задачи достижения Бога человечества, а с другой стороны отрезала нас от сущностных истоков и породила все остальные разделенности и проблемы. Потому что принимая все сигналы, но не воспринимая их как свои, не идентифицируясь с ними, воспринимая их как дьявольские, развратные, болезненные, мы стали проецировать их на всех других. Они дьяволы, они виноваты. И вселенная, в которой мы живем, крестовых походов и нескончаемых конфликтов и войн, она связана в том числе и с этой общечеловеческой великой травмой. А есть еще другие, когда хсапиенсы уничтожили денисиковцев и неандертальцев, когда эректусы 2 миллиона лет назад выделились из живой природы и стали царями зверей, стали использовать природу из зверей. А сколько мировых войн? А в России Великая Октябрьская революция, когда 10 миллионов россиян, создателей культур оказались выброшенными. И вот мне кажется, что без признания своей ответственности и в каком-то смысле вины за все человеческие страдания, мучения, а именно в этом, в том числе, послания, мистерии, кто Гамлет. Да, если ты Гамлет, то ты ответственен за всю человеческую жизнь. Вот так бы я, наверное, выразил свои ощущения. Прекрасно, прекрасно. Такой глубокий, последовательный у тебя дискурс. Давай я кое-что тоже скажу из своей перспективы. Может быть, присоединяюсь где-то и входя в параллели, даже в пентагуляр, о чем ты говоришь. Значит, первое. Я хочу сказать, что действительно эта идея, даже, помнишь, Юнг? Юнг говорит о энергиях целостности. Вообще, что цель терапии – это нумеозный опыт, опыт священного. И только так происходит настоящее исцеление. Если клиент в какой-то момент, человек соединяется с вот этой, ну, шутко соединится с энергиями самости. Юнг так красиво назвал энергии древнего, и как бы эти изначальные энергии, как бы то ни было. И что, мне кажется, важным, интересным, можно очень по-разному смотреть на вот эту драму, которая разыгрывается и на сцене театра, и на большой сцене жизни. Можно смотреть на нее из социального мира и видеть ту несправедливость, ту драму, о которой ты говоришь, смерти, уничтожение и так далее. Это имеет место на этот взгляд, ну, как бы это правильно, но это не единственная возможность. Можно смотреть на это из сущностного уровня, из уровня вот этих изначальных энергий, и тогда, будучи ближе к вот этому, вот этим энергиям, эта драма позволяет улыбаться. Это может прозвучать странно, как столько смертей, как тут можно смеяться, улыбаться, но действительно, если мы находимся ближе к нашей изначальной энергетике, к вот этим самым священным изначальным энергиям, эта драма не выглядит столь мрачной. Она выглядит в каком-то смысле оптимистичной трагедией, потому что вся вот эта злоба и конфликты, и страдания – это в каком-то смысле приглашение к домой, приглашение к тому, чтобы узнать, а кто ты есть в настоящей своей энергетической основе, в чем твоя в каком-то смысле божественная природа. Понимаешь, да? И мне всегда интересно смотреть из вот этой перспективы, потому что тогда мы не патологизируем никакой опыт, мы говорим, да, с тобой случаются проблемы, с твоей семьей случаются проблемы, только потому, что ты перестал учиться, перестал учиться осознанности по поводу того, кто ты есть в своей изначальной природе. Давай научимся твоим изначальным энергиям, которые хотят и показывают себя через те драмы, с которыми ты сталкиваешься в своей жизни, они такая весточка о себе. Все твои самые патологически ужасные фантазии или ужасные переживания – это приглашение домой, это приглашение к тому, мне кажется, это очень интересным. Такой взгляд на психотерапию не как на экзерцизм, когда нужно что-то отсечь, что плохо работает, что такое дьявольское и так далее, а то, что называется эдурцизм, эдур, обожание, то есть вот та самая целительская культура и традиция экстаза, потому что когда люди подходят ближе к экстатическим переживаниям, а каждое присоединение к одной из начальных энергий – это экстатическое переживание, разное по вкусу, по запаху, по переживаниям – это целительно само по себе. И еще кое-что хочу сказать. Я сказал, что мне очень понравилось, что один и тот же актер мог играть и женские, и мужские роли в этом спектакле. Героиня в женском теле играла и Гамлета, и мать, и мужчина в мужском теле играл, и тоже женщину, и Афелию. Такое полное смешение, как будто бы, и на первый взгляд это обескураживает, но ровно до того момента, пока мы помним, что вообще говоря, женская мужская энергия – это концепты. И вообще говоря, вот эта идея про то, что существует только женская, мужская, это биполярная такая история, она очень ограниченная. И, например, Гнавы бы сказали, есть семь разных энергий. Семь! А где-то в иудаизме сказали, есть тридцать разных энергий. И это сводить все только к одной или к двум. Это не очень здорово. И Демчук показывает в своей постановке, что действительно за вот этими телами, мужскими, женскими, есть многообразие гендеров. Юн говорил про аниму и анимус. У каждого мужчины есть внутренняя женщина анима, у каждого женщины есть внутренний мужчина анимус. И он говорил о том, что целостность, возможно, когда мы узнаем как раз те части природы, от которых нас отсек своим воспитанием социум. Потому что человек – такая странная, такая субстанция, которая находится между миром энергии и социальными конструктами, которые обтесывают это и создают его идентичность. И, возможно, для кого-то это здорово, если костюмчик, которому там социум настрогал, ему подходит. Но многие не чувствуют себя вполне, так сказать, где-то жмет. Где-то не жмет. Это в смысле, чем мы можем заниматься как терапевты. Первое – это знакомить человека с тем, кто он и есть в своей изначальной энергетике. Что за хореография энергии хочет быть протанцована через него, потому что он и есть, в каком-то смысле, это хореография изначальных энергий. И затем уже с опорой на вот это знание изначальной энергетики своей выстроить свою новую социальную жизнь, выстроить свой новый социальный проект, выстроить свою новую социальную идентичность. И это будет тогда подпитано и усиленно всей вот этой энергетикой, которая будет двигать человека. И тогда он не будет чувствовать себя чужим на этом странном то ли празднике жизни, то ли, не знаю, кладбище жизни. Он будет чувствовать, что он проживает свою жизнь. Мне кажется, это вот… Да, это другое измерение вот этой мистерии, потому что до сих пор мы с тобой обсуждали вот эти древние архаичные архетипические слои и экзистенциальные слои. И, конечно же, ну вот максимальная энергетика спектакля здесь, потому что, ну вот как герои Арто гамлеты спектакля и гамлеты зрительного зала могут в конце концов воскричать «Я свой собственный сын, я свой собственный отец, я своя собственная мать». Это известный афоризм Арто. А это означает, что я создаю себя. Прошлое не властно надо мною. Это конец современной эпохи, над которой Дамоклов меч истории висит. Это конец постмодернизма, если брать в философском смысле, которая везде вот складывается из относительности всего и вся и взаимно. Это уже вот это сущностный, ну на языке современных гуманитарных движений такой интегральный проект. И это неудивительно, потому что ну я знаю, что Вадим Демчок это духовный практик с колоссальным стажем, который, как и мы, побывал во многих о шрамах, ретритах, семинарах, начитал невероятную совершенно коллекцию Демчок открытую, между прочим, в Apple Store, там сотни великих духовных книг. И сам вот на ты с алхимией, с юнгом, он читает авторские курсы по алхимию, там, это очень давно с ним, то есть практика преображения жизни, практика работы, понимания энергетики человеческой жизни и понимания того, что это еще не конец, а это та работа, которую нам нужно сделать для того, чтобы идти дальше, для того, чтобы жизнь стала танцем духа. И мне кажется, это совершенно новая вещь в современном российском театральном мире. Может быть, только Иван Ворыпаев в своих спектаклях является тоже выразителем этих великих духовных посланий. И тоже на его спектаклях, когда в театре практика регулярно ставились, я ощущал вот такие же целительные метаморфозы во мне. Это очень интересно, что твоя отсылка к алхимии и катарсис. Катарсис это точка исцеления. И вообще смысл театра и самая высшая цель это дать пережить зрителю катарсис. Но что такое катарсис? Катарсис это момент встречи с изначальной энергией. В этом смысле катарсис это в каком-то смысле результат вот этого варева, который режиссер и актеры варят на сцене в этом тигле, смешивая в этом алхимическом сосуде разные энергии с тем, чтобы в какой-то момент произошла вот эта трансформация, преображение, трансмутация актера в золото или зрителя тоже в этот момент он почувствовал кем он может быть на самом деле и кто он есть на самом деле, пока его не обманул социум, пока его вот это марева или морок не утащил обратно в его социальной идентичности. И мы знаем, что этот процесс невозможен без философского камня, то есть без знания твоей истинной природы, что есть дух или древний танец, древней энергии, контакта, конкретного контакта с ним и без вот этой магии алхимии, без понимания вот этой мистерии соединения андрогена без сосуда алхимического, которым стал театр Луны, без этого невозможно пережить вот все это. И Демчок создает эту лабораторию алхимическую прямо перед нами, конструирует через декорации, через реплики, через те состояния, которые попадают актеры. И поскольку это не индивидуально, но и коллективно, он ввлекает зрителей сюда и на резонансе, на зеркальных нейронах, я уже знаю, на чем-то возникает эффект вот этого сопереживания и вот этого действительно катарсства. Что мне нравится у Демчока, чему я у него тоже учусь, это как создавать вот эти как создавать этот тигль в моменте, в тренинге, с тем, чтобы попадая туда создавать вот эту кастрюлю, в которой возможно вот эта варева, из которой могут студенты, я как тренер, вывариться во что-то новое, во что-то такое, где возможны вот эти особые инсайты. Я думаю, что для этого нужно, во-первых, страстное желание найти ответы, двигаться, развиваться, искать свет среди всех участников этого процесса. Второе, что необходимо, это настоящее, то есть настоящее чувство, настоящая любовь, настоящая страсть творить и выразить, настоящая жажда истины, когда есть вот эти окошечки, отдушные, когда есть эти устремления к настоящему, да, тогда, я бы сказал, свет реальности, свет бесконечности преобразует вот эти закрытые тяжелые страсти, гнев, ненависть, страдания, страх, преобразует в сияющее знание, в сияющее вот это проявление вселенной. Мы понимаем смысл этой космической игры. Наверное, это есть и очищение, и трансформация, и вот это алхимическое действие произникает. Да, у меня возникла такая метафора, по-моему, даже у кого-то прочитал, я не помню кого, что каждый из нас это задвижка шланга, через который сущностные энергии хотят брызнуть в мир, и важно уметь открывать задвижку этого шланга. Мне кажется, Демчок в своем вот этом спектакле, он искусно открывает задвижку у зрителей, и вот этот опыт движения энергии, он становится доступен для нас, как для зрителей, и это, конечно, прекрасный мастер. Я только что сейчас посмотрел перед нашей встречей, я покажу это тебе тоже, что вот 10 февраля будет «Кто гамлет?» с обсуждением с артистами и зрителями после спектакля, я обязательно пойду, а ты? Вот мне это интересно, да, мы уже немножко начали даже это обсуждение здесь, интересно, что другие люди тоже скажут, может быть, да, 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 громадное, Алексей, очень рад был лично тебя встретить и поговорить о нашей встрече вот в этом алхимическом тигле Вадима Демчога. Это очень взаимно, очень взаимно, я рад, рад нашему разговору, мне кажется, так здорово разговаривать о главном. Да, согласен. Вадима Демчога, это不 pareлась.